Привет! Я начинаю свой shopping vlog. Сейчас я нахожусь в резерве. Нашла вот такие классные джинсы, казаки и вот такую вот рубашку. Буду сейчас все брать в примерочную, мерить. Посмотрим с вами образы. Но рубашка, мне это определенно нравится. И казаки, кстати, тоже очень классные. Это натуральная замша. Так что пойдемте в примерочную. Вот у меня получился образ. Мне очень, ребята, нравится. Вообще это так круто, как-то стильно выглядит. Смотрите, какие классные казаки. Джинсы у меня. Я вам все логотипы, все-все-все покажу. У меня 34 размер. От рубашки я вообще балдею. Просто вот эти вот стильные рукава такие. Ну вот это единственное, что мне понравилось в резерве. Это именно, как я показываю тот образ, в котором я действительно бы вот куда-то бы отправилась. Вообще повседневный лук, как по мне, очень даже шикарный. Как вам? Еще я нашла, кстати, вот такое вот очень классное платье. Оно очень приятное к телу, вообще. Смотрите, с этими же казаками. Сверху можно накинуть какую-то косуху. Сумка эта, кстати, тоже резерв. Не знаю, если она сейчас онлайн или нет, но это, по-моему, прошлая коллекция. Ну, как по мне, тоже неплохо так. Очень приятное к телу платье вообще. Ну, я думаю, что, возможно, оно быстро закошлатится. Не знаю, но в целом мне нравится. Сейчас вам покажу все артикулы. Такой очень сдержанный получается образ. Я же говорю, если добавить сюда косуху, получится более такой дерзкий образ. А вот артикул платья. У меня М, потому что Эско все-таки коротковат. И я взяла М на размер больше и сидит просто идеально. Как по мне, платье мне очень понравилось. Так что он тоже такой неплохой осенний образ получится. Вот артикул рубашки. Можете себе делать скрин. Друзья, показываю вам все артикулы джинсы, которые были на мне. Вот они, это Ма. Также покажу вам сейчас артикуль на казаках. Смотрите. Вот артикуль казаков. Смотрите, ребята, сумочка в стиле ботеги. Очень актуальная вообще. Мне определенно нравится. Да и вообще, в целом, вот этот образ очень-очень даже. Кстати, здесь тоже есть казаки. Я вообще люблю сочетание летнего такого легкого платья, именно легкой ткани какой-то, и более грубой обуви, как, например, вот эти казаки. Я уже нашла, ребят, в Зару. У входа заметила вот это вот платье. Подобное я видела в резерве, но в резерве качество намного лучше. Сейчас я вам покажу артикул. Вот артикул, но, я же говорю, в резерве качество намного лучше. Очень классный жакет. Вот просто база базой. Но он очень тонкий, но, в принципе, на не холодную осень идеален. Мне, честно говоря, очень нравится. Вот вам показываю артикул. Стоит он у нас почти 2900. Думаю, стоимость немного завышена для столь тонкой ткани, но, тем не менее, выглядит классно. Уже какой сезон подряд коньки по-прежнему актуальны в красивом бежевом оттенке, именно в правильном бежевом оттенке. Покажу вам артикул. Стоимость 2700. Мне очень нравится. С джинсами и с вот этим вот жакетом выглядело бы просто все. Это жакеты, которые а-ля Prada. Я себе такие уже купила. Правда, заказывала онлайн. Они очень классные. Вообще, такие стильные. Я их ношу под бежевое пальто. Как-нибудь покажу этот лук. Очень классные кеды. Мне понравился вот этот гольфик. Так можно назвать, да? Но качество, девочки, просто вот безобразное, вот честно. Посмотрите на эти швы. Нитки здесь торчат. Хотя очень модный, очень актуальный. Цвет супер. Но качество вообще просто вот, особенно за эту стоимость, вообще оно просто не стоит этого, честно. Классный, вообще базовый повседневный костюм от Zara. Но, опять-таки, скажу вам за качество. Оставляет желать лучшего. Такой трикотаж не самого высшего качества. Он очень быстро закошлатится. Очень. Я не знаю вообще, получится ли отходить в таком костюме хотя бы один сезон. Вот. Я уже вот здесь вижу, так это просто манекен, да? Надето. И уже здесь есть катышки. Вот артикул. Вдруг вам понравится этот костюм. Вот артикул его. Ну, я думаю, онлайн вы найдете его без проблем. Пройти мимо красивой вот этой вот рубашки. Хочу сказать, что она хорошего качества. Она достаточно плотная. Вот артикул. Как раз здесь мой размер. Возьму, наверное, померить. Выглядит она очень классно. И, кстати, вот с темным денимом и с кедами с такими вообще классный повседневный лук получится. Друзья, я вам показываю, что я взяла по мере в Zara. Вы только посмотрите на это безобразие. Просто, чтобы вы понимали, он не размер S. Но качество просто вот у меня нет слов. Вы только посмотрите на это. Не обращая внимания на мои шлепанцы. Но мне вообще не нравится. Вот просто не нравится. Вообще никак сидят вообще штаны. Они какие-то с самой максимально странной формы. То есть это недокелоты, недоширокие спортивные штаны. Ну, может быть, кому-то понравится. Мне определенно нет. Мне не нравится. Просто безобразное качество. Вообще настолько не нравится. В общем, в Zara мне как-то вообще сегодня не зашло ничего. Зашла в Страдиварус. Сейчас посмотрю, может, какой-то здесь образ подберу. Вот как-то сегодня мне, честно, вообще ничего не нравится. Поэтому беру вас с собой сюда. Сейчас посмотрим. Я, кстати, нашла рубашку а-ля Zara в Full Inberry. Кстати, она качество мне даже больше нравится, чем Zara. Она очень плотная. Сейчас вам покажу поближе. Ну, вот так она выглядит. Но она же, еще раз повторюсь, намного-много плотнее. Сейчас вам покажу артикл. Ну, вот. Мне нравится она на порядок больше. По качеству исполнения, да и в целом даже расцветка я нашла. Очень классная куртка. Вообще, мне вот прям очень нравится. Сейчас ее померяю. Посмотрите, как выглядит на мне. Это куртка, конечно же, из кожи Zama. Это не натуральная кожа. Вот ее артикул. Кстати, абсолютно адекватная стоимость. Красивый такой молочный оттенок. Я бы сказала, она не белая, она не серая. Это именно красивый молочный оттенок. Возможно, камера не передает. Очень классная. Сейчас я померяю. Посмотрите, как она будет сидеть на мне. Очень в восторге. Скорее всего, возьму. Ну, конечно, такой классный шопинг в маске. Но, увы, я не хочу отправляться в примерочную. Там, к тому же, очередь. Вообще, куртка просто супер. Она очень хорошего качества. И, скорее всего, я таки ее возьму. Мне прям вот определенно нравится. Она мне размер S. Так что, ребят, я, в общем, беру ее. Есть эта курточка в черном оттенке, но мне не нравится. Что мне здесь понравилось, это вот такой вот классный тренч, который идет без подкладки. Он хорошего качества. Вот вам на заметку артикул. И есть также вот здесь много оттенков. Темный, беж. Такой вот красивый небесный голубой оттенок, я бы сказала. И более светлый беж, но все-таки красивый и дорогой оттенок это вот этот. Как по мне, действительно классический бежевый. Камера, опять-таки, повторюсь, возможно, не передает, но тренд действительно классный. Легкий такой, очень приятная ткань. Модниц для тех, кто хочет быть в тренде. Воротники – очень актуальная тема этого сезона. Вот, кстати, в Страдиварусе есть воротники. Цена, конечно, вообще смешная, но очень классная, крутая, стильная вещь. Друзья мои, снова привет. Я вот пришла с моего шопинга, но далее ничего не смогла снять, потому что у меня разрядился телефон, и, соответственно, технической возможности у меня не было. Я совершила вообще небольшие покупки, я вам сейчас покажу. Я как раз вот, как раз сижу вся такая при параде, при наряде, как говорится. Записывала видео о парфюмерном кардеробе, которое также скоро появится на канале. Я нашла очень классные новинки парфюмерные и ароматы на осень очень классные. Подборочка вот будет просто вот, вот идеальная подборка. Поэтому, если вам интересно, обязательно поддержите меня вашими лайками, поддержите меня подпиской на канал. Мне это безумно приятно, потому что всё-таки ты вот ощущаешь, что ты кому-то полезен. Вот, чувство полезности, наверное, это моя основная цель, почему я, собственно, делюсь с вами вот просто, как говорится, событиями из моей жизни. Вот, мне это нравится, как говорится, свой творческий потенциал, хочется где-то в чём-то реализовывать. И вот, наверное, я нашла себя именно в этом формате. Так что, друзья мои, поддержите меня, пожалуйста. Я безумно рада каждому новому подписчику. Я уверена, что с каждым новым человеком, который появляется на моём канале, это вот для меня такая мотивация. Я уверена, что мы дойдём скоро до таких победных результатов. И когда, наконец-то, YouTube откроет мне немножко другие возможности радовать вас более другим и качественным контентом. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня. Я вам буду искренне за это благодарна и радовать вас новыми-новыми видео. Спасибо вам большое. Так что, до встречи уже в следующих видео. И сейчас, как я вам и обещала, покажу, что я всё-таки купила. С резерва я ушла. С вот этими джинсами, которые были в примерке, они действительно идеально сидят. Вот вам поближе ещё артикул. У меня 34 размер, джинсы очень классные, действительно такой хороший плотный катон. И они очень красиво сидят. Хотя, честно вам скажу, думала, что вот эта вот кокетка, которая здесь вставлена, что она будет не очень красиво сидеть. Но нет. Как раз вот она сидит идеально. И, скажем так, вот эта вот часть совершенно не увеличивает. Ещё я также нашла в резерве вот это шикарное пальто. Девочки, вот, признаюсь вам честно, я просто не могла уйти с магазина, не взяв его. Знаете, как говорится, лишнего бежевого пальто в гардеробе не бывает никогда. Тем более, это абсолютно базовая вещь. Но я не знаю, есть ли оно ещё на сайте. Я, честно, не смотрела. У нас в магазине оно было отвешено вообще на отдельной стойке с сейлом. Это премиум линейка. То есть, я так понимаю, что здесь Кашемир. Это, я так понимаю, какой-то итальянский бренд. В общем, одним словом, премиум линейка. Не знаю, если вы ещё найдёте где-то это пальто. Вот вам артикул. То есть, как вы понимаете, стоимость вообще просто смешная. Это грех не взять такое шикарное пальто. В прямом смысле слова оно шикарное. Оно очень качественно здесь выполнено. Здесь такая шикарная подкладка. И вообще, качество ткани, конечно, не знаю, передаёт ли камера. Но оно невероятно и очень классно сидит. Если вы хотите, напишите мне, пожалуйста. Я засниму отдельно примерку с осенними образами. Если вам это будет интересно. Не обращая внимания, это моя кошка. Вот. Если вам будет интересно, я обязательно сделаю для вас примерку. И в Заре, кстати, тоже на сейле отдельный стенд. Не знаю, не проверяла. Честно вам признаюсь. Уж извините, что я вам так показываю. В завершении этого влога я нашла вот такой вот красивейший фисташковый свитер. Если вы ещё его также достанете где-то. У нас он был на сейле. Опять-таки в отдельном стенде. Вот, честно, это, возможно, прошлая коллекция. Но она намного лучше, намного качественнее и интереснее, чем то, что вот завезли сейчас. Но меня, честно, качество вообще не впечатлило. Поэтому, собственно, это такие вот мои покупки. Ну и, конечно же, у меня кеды есть, которые я вам показывала в магазине. Покажу вам ещё здесь, как рукав выполнен в этом свитере. Кстати, вот смотрите, какой уже получается шикарный образ. Особенно цветовая гамма. Фисташка. Такой беж и правильный оттенок джинс. Наверное, всё-таки сниму я для вас отдельную примерочку. Извините, правда, странно выглядит это всё. Но я вам так по-быстренькому делюсь своими покупками. Так что поддержите меня, пожалуйста, вашими лайками, пальчиками вверх. И действительно, хотите ли вы видеть примерку. Всё, спасибо вам большое за время, которое вы провели со мной. И уже до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!